Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал Своя Закваска. Давайте сегодня немного поговорим о том, как поддержать организм котной самки. И сначала мне хотелось бы напомнить вам о качественном кормлении, так как это главный залог здоровья самки и детенышей. Конечно, для козы самое главное это сено. Хорошо, если оно будет разнообразным, не только луговое разнотравное, но и богатое белком сено люцерны, клевера, или как его еще по-другому называют экспорцет, или бобово разнотравное. Белок, как известно, участвует в формировании клеток организма, что так важно во время беременности. Зерно также важно для котной самки. В первую половину беременности рацион не меняется, так как самка продолжает доиться. Во второй половине беременности зерносмесь должна быть менее питательна, так как в этот период мы прекращаем доить козу, и стимуляция молока нам ни к чему. Поэтому ячмень лучше заменить овсом, убрать кукурузу, жмыхи и комбикон. Зерновые в период запуска я даю один раз в день где-то 300-600 грамм на голову, в зависимости от конкретной козы. В овощах тоже содержится очень много микроэлементов и витаминов, но они хороши в первой половине беременности. С момента запуска овощи убираем, чтобы не стимулировать лактацию и чтобы не было отека вымени перед охотом. Лучше вместо овощей подключить к аму деревьев. Мы закладываем в кормушку с сеном кусочки бревен, и козы начисто ее обчищают. В коре сосны очень много калия, серы, фосфора, магния, цинка и аж 13% кальция, а также витаминов С, К, В1, В2, В, гиалуроновая кислота, каротин. Кора ИВЫ содержит вещество, разжижающее кровь, пектин, железо, кальций, фосфор, витамин С. Кора березы содержит цинк, железо, бор, марганец, калий, медь, кальций, магний, хром, селен, обольт и другие минералы. Но с березой надо быть аккуратнее. Частое скармливание веток и коры березы может спровоцировать воспаление почек. Когда я готовилась к этому видео, я подняла информацию о взаимосвязи кормления ветками и корой березы с воспалением почек. Так вот, кроме полезных минералов, береза содержит алюминий и стронций. И эти элементы могут стать причиной нарушения функции почек. Подробно на этом вопросе я останавливаться не буду, кому интересно, почитайте в интернете. Главное для нас запомнить. Березовые веники и кору даем не чаще одного-два раза в неделю. Кора дуба содержит витамины В1, В6, ПП, пектины, витамин С, каль, магний, железо, цинк, хром, кальций, медь. Но, на мой взгляд, ветки и кору дуба также нужно ограничивать из-за большого содержания дубильных веществ. Также можно давать кору, рябины, осины, клёна, в общем-то, любых деревьев. А также ветки любых пустарников. Очень много витаминов содержится в хваге и плодах рябины. Летом можно также заготовить сушеные яблоки, которых обычно в сезон очень много и козы не успевают их съесть. Очень много просто сгнивает. Мы, например, мешками собираем по дачным дорогам. А сушить можно на крыше, накрыв тканью. Еще очень полезно проращивать зерно. Я с успехом проращивала большие объемы овса и пшеницы, не растилая их тонким слоем. Коротко расскажу сейчас об этом, но помните, что такое лакомство уважают не все козы. Заливаем неполное ведро овса водой и оставляем для добухания на сутки. Затем воду сливаем и горстями перекладываем влажное зерно в другое ведро, чтобы каждое зернышко насытилось кислородом. И опять оставляем на сутки. Затем повторяем процедуру перекладывания горстками зерна, чтобы опять обогатить зернышки кислорода. И так делаем до тех пор, пока зерно не проклюнется. Обычно на это уходит около трех суток. Но проращивать нужно обязательно в тепле. Одна моя коза с удовольствием ест такое зерно, но остальные наотрез отказались. А вот куры клюют пророщенную пшеницу очень хорошо. Но как бы хорошо мы не кормили своих животных, в период беременности потребность в минералах, витаминах и микроэлементах возрастает в два раза. И поэтому, начиная с третьего месяца беременности, все козоводы проводят профилактику обитаминозов и падежа годных самок. А именно в три месяца внутримышечно ставится два кубика сетимина. Это источник железа, селена и йода. И на следующий день ставится два кубика любого комплексного витаминного препарата. Например, хелсибид, тривид, элевид, тетравид. Не стремитесь искать препараты с большим разнообразием элементов. Такие витамины хуже усваиваются. Поэтому, чем проще состав, тем лучше. Это рекомендации нашего ветеринара. Но если без витаминного препарата еще как-то можно перебиться, то без сетимина никак. Железа в нужном количестве нет ни в одном компоненте питания. А йододефицит присущ практически всем регионам России, кроме зоны моря. Селен улучшает метаболизм, то есть обмен веществ. Активизирует синтез белка и повышает иммунитет. Переоценить эти свойства для котной самки невозможно. А за 4-6 недель до предполагаемого охота козе в обязательном порядке нужно проколоть кальций в борглюконат. Так как именно в этот период происходит наибольший прирост массы плода. Идет активное формирование постного скелета. Если козе в этот момент не помочь, она будет брать кальций из себя. Кальций в борглюконат вводится в течение 4 недель. По 5 мл один раз в неделю, внутривенно или подкожно. Для нас лучший вариант подкожно. Препарат перед применением необходимо согреть до 35-37 градусов. Вводят его медленно. Если вы спохватились очень поздно и козей через несколько дней рожать, то можно ввести 20 кубиков кальций в борглюконат одновременно. Только нужно разделить ее на 4 части и ввести в разные места. Некоторые еще на 3 месяце беременности прокалывают препарат катазал. Есть отечественный аналог этого препарата, называется он бутафан. Он намного дешевле катазала. Эти препараты стимуляторы обмена веществ. Но ведь мы прокалываем седимин, в состав которого входит селен, который в свою очередь тоже является стимулятором обмена веществ. Поэтому я ни катазал, ни бутафан не калю. Итак, к беременности козы нужно подойти обстоятельно. Если пустить это на самотек, не вводить дополнительных макро-микроэлементов и витаминов, то козу могут поджидать неприятности. Например, после родовой порез, когда коза не может самостоятельно подняться на ноги. Или задержка последа. Надеюсь, эти несложные правила помогут вашим животным легко перенести период сухозности, благополучно окатиться и без последствий для организма вступить в фазу активной лактации. А на этом я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok